Приветище! Это Satisfactory. Мы продолжаем строительство нашей огроменной фермы. Фермы будущего, между прочим. Сегодня у нас стоит задача открыть ранг 4. Здесь у нас и производство, и улучшенный ближний бой, что немаловажно в нашей среде. Чертовски не хватает длинной ксендубинки. Ну и, конечно, оптимизация третьего уровня. Смотри, какой здесь промышленный контейнер для хранения. Двухуровневый. Просто мечта, а не хранилище. Значит так, начнем с производства. Нужны роторы, блочно-модульные каркасы, медь, ну и, конечно же, кабель. С этими двумя компонентами проблем не будет, а вот с этими тяжеловато. Значит, что нам нужно с тобой сделать? А нужно нам построить вот такую вот фигульну. Называется она ассамблер. Именно эта штука позволит нам делать сложные инженерные предметы. Я думаю, конечно же, мы его поставим здесь. Возможно, даже поставим два. Давай посмотрим, влезет ли сюда два. А, ты глянь. Сюда нужно два материала завозить. Вот этот поворот. Раскатал я губень на два ассамблера. Ладно, значит, ставим его здесь. А, единственное, у меня ж тут тачка. У меня ж тачка здесь на автопилоте. Вот чёрт, надо будет автопилот переделать. Плохие дела. Блин, автопилот слишком муторно переделать. Давай лучше я перемещу ассамблер. Развернем его вот таким вот образом. Чёрт, здесь тоже же автопилот гоняет. Эм, плохое дело. Ладно, исправимся туёвину. Надо сделать второй этаж. О, блин, известняка слишком много. Всё застопорилось. Так, есть у меня тоже одна мыслишка. Сделать новую дорогу для наших автопилотчиков. Дорогу мы начнём строить вот отсюда. Объездная дорога у нас готова. Но мы столкнулись с новой проблемой. Это леса и камни. Для улучшения дорожного покрытия нам придётся и здесь построить фундамент. Точнее, дорожное полотно. Пришло время бензопилы. Дорога расчищена, но мы видим с тобой здесь подъём. Придётся делать горочку. Ну, чё-то у нас подъём какой-то слишком получился высокий. Теперь придётся делать спуск. Ну что, трасса Рудник Хаб готова. Дожидаемся наш автопилотный трактор. И настраиваем новый автопилот. Заодно покажу тебе трассу. Значит, залазим в наш трактор. Разворачиваем трактор и погнали по новой трассе. Быстро съезжаем с горочки. Заворачиваем с дрифтом, со свистом. Тихо-тихо-тихо, не сюда. Ого, господи. Надо было указатель всё-таки поставить. Короче, чтобы такого больше не произошло, делаем следующее Да, дорого-богато, но цемента нужно осваивать У нас его там полно Ну вот, собственно, и всё Останавливаем запись Выходим с тачки Врубаем автопилот И, в принципе, он сейчас должен помчать Наконец-то, наконец-то мы можем сделать наш ассамблер Вот так вот Подводим, значит, наши конвейеры Выбираем материал, который нам нужен, чтобы сделал ассамблер Вот этот поворот На самом деле мне нужны все три Придётся делать три ассамблера Так, давай посмотрим Укреплённая пластина Ей нужны винты и листы Уся проблема в том, что винты-то у меня не делаются Значит так Нужен второй ярус, по-любому Ну вот, собственно, как-то вот так вот у нас получилось Второй ярус, конечно же, ещё не завершён Потому что нам нужно сделать вертикальные конвейеры Которые будут поднимать материал вот так вот наверх Нам нужно поставить здесь ещё один конструктор Значит, просим наш конструктор делать нам винты И, конечно же, всё это дело нужно подрубить к электросети Подрубили Значит, поскольку конвейер у нас здесь Крышу нам нужно здесь убрать И поставить вертикальный конвейер Значит, выставляем его вот так вот посередине И поднимаем наверх Единственное, только надо развернуть Вот таким вот образом Получается как-то так Не вижу, правда, по высоте хватает нам или нет Сейчас поднимусь наверх, там виднее будет О! Вот так само-то Строим! Ништяк! Конвейер вертикальный у нас есть Значит, подводим к нему обычный конвейер Таким вот образом И вот наши винтики и шпинтики Теперь поднимаются вот таким вот образом наверх Ну что ж, пришло время поставить наш ассамблер Наконец-таки Готов И подводим к нему конвейеры Один сюда Другой сюда Просим его изготавливать укреплённые пластины Ну и, конечно же, нужно его подсоединить к электричеству Вот так вот Теперь Вот эта штуковина должна, по идее, делать нам Укреплённые пластины Посмотрим, как это будет всё делаться Значит, вот заходят сюда Винты, болты Сюда листы И, по идее, эта штука должна Заработать Вот, 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 вот Заработал, но, чёрт подери, у меня электричества не хватает Надо поднять напряжение в нашем угольном заводике Значит, напряжение у нас скакнуло до 82 мегаватт А, до 86 мегаватт она тут прыгнула Ладно, я понял Тогда поднимаем ещё на 10% Делаем 210 Мощность 88 ватт Это просто колоссальные нагрузки Итак, смотрим Всё вроде бы пока нормально прыгает Скочит Всё хорошо Максимальную мощность мы отлично выставили Пойдём теперь смотреть, как там всё у нас делается Нет, нифига Чё-то у меня тут автопилот глючит Надо бы его перенастроить Подожди Вот, всё настроил Ну-ка Куда я помчал? Твою ж на него А ну стой Вот ты где засранец, а? Всё, нафиг На разбор тебя А уголь-то как? Блин, на себе-то я не дотащу Ладно, придётся трактор здесь поставить Перегладываем всё ко мне в карман И возвращаемся обратно Ну, наконец-то, наконец-то Мы теперь сможем нормальненько посмотреть Как что здесь делается Ого Значит Берёт вот такую пластину Так, потом ещё что-то Какой-то квадратик И это всё сваривается Всё делается И получается у нас какая-то фигня Ты видел, да? Он сделал какой-то квадратик А получается у нас Укреплённая пластина Поскольку нам нужно поставить таких ассамблеров Три штуки Нам нужно поднять мощности Поднимаем на 250 Сюда мы вставляем Энергетический осколок Поднимаем на 150 Сюда также энергетический осколок Чтобы нам побольше железных прутев производилось Убираем здесь конверную ленту Толкаем туда разветвитель Да, места, конечно, маловато Но, думаю, получится Ага, всё, детальки пошли Всё получилось Для чего мы это сделали? Дело в том, что Когда мы поставим сюда ещё один ассамблер Который будет производить нам, например, роторы Нам нужно, чтобы у нас производились и винты, и прутья Этим занимается непосредственно только один конструктор А мы поставили здесь разветвитель Чтобы некоторые прутья уходили в ассамблер А другие прутья переделывались в винты И также уходили в ассамблер Значит, теперь мы делаем следующее Берём конвейер Тарабаним его вот сюда Убираем крышу Ставим вертикальный конвейер Подключаем один конвейер А здесь мы поставим разветвитель Значит, конвейер пока приустанавливаем Убираем Ставим его вот таким вот образом Эээ, чёрт подери Придётся немножечко переставить ассамблеры Поставим их приблизительно где-нибудь вот здесь Вот Теперь, значит, конвейерная лента сюда Это сюда Ставим разветвитель Одна сторона уходит сюда А другая в этот ассамблер Ну, а эти прутья Также идут сюда Получается, что здесь мы делаем ротор А здесь мы делаем укреплённые железные пластины Всё это дело теперь нужно подрубить Один И два И теперь встаёт главный вопрос Хватит ли нам мощностей нашего угольного ТЭС Пойдём посмотрим, какое всё-таки напряжение Сейчас у нас потребляет весь завод Вот скачок мы видим 83 мегаватт Но не забываем, что у нас ещё работает погрузчик Вместе с ним, наверное, мы получим все 100 А у нас максимальная мощность 101 мегаватт Ну что ж, время покажет, когда приедет трактор И начнёт погрузка Увидим, хватит ли нам мощности или нет Ну а так мы понимаем с тобой, что Больше мы к этому Угольному ТЭС подрубить ничего не можем Нужно делать ещё один Так, ротор производится Отлично, одна штука уже готова Смотри, сколько винтиков-шпинтиков поступает Все они раскидываются сюда и сюда Я думаю, что вот это вот хранилище Оно здесь, в принципе, уже не нужно Его нужно будет убрать Но так как оно забито материалом Я просто ограничу туда приток наших прутев Делаем следующее И напрямую делаем подачу на наш вертикальный конвейер Прямо сюда Вот так вот Итак, нам нужен ещё как минимум один ассамблер Для изготовления блочно-модульного каркаса Весь прикол в том Чтобы изготовить блочно-модульный каркас Нам нужны укреплённые железные пластины Которые тоже делаются в этих ассамблерах Получается, что ещё один ассамблер Станет где-то здесь Сеночку мы уберём, конечно же Там у нас, между прочим, вот Выклопные газы идут От плавильни Я думаю, что мы сделаем следующим образом Тут ставим фундамент Место здесь для выхода Всей этой копоти у нас есть Поэтому заделываем здесь Вот таким вот образом И сюда вмещается ещё один ассамблер Отлично, сказал бы я Но нужно заморочиться, чтобы все вот эти вот Конвейеры к нему доходили Значит, ставим наш с тобой ассамблер сюда Вот таким вот образом Сразу же поставим, чтобы он делал нам Блочно-модульный каркас Ну, а здесь нам нужно сделать разветвитель Утсо, всё подрубили Всё разделили Осталось только подрубить его к электропитанию Но не знаю, выдержит ли наш тест Давай смотреть, сколько потребления у нас идёт Ну, вроде бы всё в порядке Всё нормально функционирует И слава богу Так, тут у нас всё собирается Вот это на самом деле больше похоже на Блочно-модульный каркас Сколько у нас уже? 12 штук он здесь собрал Красавчик Забираем И смотрим, сколько нам материалов Теперь нужно для того, чтобы Заняться производством на ранге 4 Нужно ещё 30 роторов Блочно-модульных каркасов у нас достаточно Осталось собрать медную проволоку И кабель Не вопрос Проволока у нас здесь лежит А здесь у нас в заводе как раз-таки производит кабели Наконец-то, наконец-то закончили то Ради чего всё это строили Мы автоматизировали наше производство На создание роторов Блочно-модульных каркасов Это довольно сложные инженерные конструкции И теперь они у нас производятся сами Без помощи человека Ты посмотри, сколько у нас возможностей открывается Моторы появятся Литейная какая-то новая Бурильщик 2 Господи В общем, всё Закидываем все материалы сюда И отправляем всё это дело туда В космос Наконец-то Новые строения Новые детали Всё открыли Ты чувствуешь? Чувствуешь, да? Как мы развиваемся? Сколько всего понастроили? Это ж капец! А ты вспомни, с чего начиналось? С одного этого хаба и одного бура Значит, давай тут всё это доделываем Всё Наш завод полноценно готов Добавляем сюда ворота Вот таким вот образом Всё отлично У нас теперь есть замечательные ворота Интересно, они закрываются, нет? Нет, похоже, что не закрываются То же самое проделаем и с этой стороны Только помимо ворот Мы ещё поставим здесь и двери Вот сюда их впилим Ну вот, в принципе, и готово Настоящий заводик Дай попробуем на тракторе проехаться Идеальные ворота Правда, антенна всё равно цепляется Но ничего страшного Ну вот, собственно И всё на сегодня Наша серия подошла к концу Мы много чего с тобой сегодня сделали Если тебе нравится эта игрука То с тебя лайкос, комментос И подписчик Если ты ещё не подписан, конечно же Ну, а я с тобой прощаюсь Тебе спасибо за просмотр Удачки Увидимся в новом видео Субтитры сделал DimaTorzok